техник у нас будет точно такая же как и прошлый раз по мокрому будем создавать объем тени изменения оттенков и так далее за основу сегодня цвета я возьму такой фиолетовый пигмент pv23 химическое название у него диоксазин бренды называют его по-разному в рембрандте это blue violet других красках просто фиолетовая называется в российского бренда у кого-то называется диоксазин у кого-то там фиолетовый какой-то такой ну то есть самое главное обращайте внимание на пигмент pv23 все остальное но название может быть совершенно любое я выкладывал кстати в stories перед марафоном как раз таблицу как называется у разных брендов именно этот пигментом у всех разные названия вот поэтому он будет у меня таким основным просто насыщенный глубокий фиолетовый цвет светостойкие прекрасно мешается яркий покажу такой вот фиолетовый как он должен быть у него там не вход не в синий не уходит не в красный не расслаивается не падает грануляцию монопигментные тоже что важно не на основе кобальта ультрамарина потому что ну вот не дает осадок а вот это вот не грязнит как бы заливки цветов если они маленькие мы захотим грануляцию мы добавляем там в эту штуку кобальт у нас сразу там падает в осадок что-то если нужно то есть это легко регулировать также розовые у нас остаются те же которые были в прошлый раз это хинокридон работающий с этим фиолетовым он добавляет там какие-то может быть теплые оттенки которые там встречаются кадмий оранжевый с этим фиолетовым прекрасно мешается если у вас этого фиолетового нет но это просто вот фиолетовый если у вас невская палитра вдруг то фиолетовая краска вот обычно если вдруг его нет то любой холодный розовый карминовый или там хинокридон розовый который тоже есть во всех стандартных наборах вместе может быть с фтала синим например вот я их смешиваю смотрите вот принципе получается примерно одно и то же легко очень мешать фиолетовый очень легко можно попробовать там и красный какой-то вот у меня здесь красный хинокридон тоже стала например тоже будет прекрасно фиолетовый то есть можно на тепло красным тоже с фиолетовым синим например на мешать тоже фиолетовый тоже будет немножко другой на тоже возможен вот так же сегодня конечно тоже можно капельку поиграться добавить оперу розовую пусть будет а для какой-то такой неоновой яркости вот то есть это снова у нас будет должно как бы получиться вот смотрите фиолетовый вот он сам по себе вот фиолетовый и мы его будем растаскивать там разными синими можно один синий добавить потом другой синий добавить то есть у нас в эту сторону он будет идти холодный какой-то вот холод там и индонтреновый можно там мешать какие-то такие оттенки холодные синие где-то а в эту сторону он будет идти в розовое и в теплоту то есть мы его будем растаскивать вплоть до фиолетового плоть до даже не фиолетового в основном это даже будет кадмий оранжевый то есть вот такой вот теплый бежевый цвет который встречается вот здесь вот на каких-то вот этих вот цветках или там внутри вот то есть контраст у нас есть если мы вспомним цветовой круг очень быстро то есть у нас есть синий так сама уже забыла что-то в цветовом округе синий о не синий господи желтый фиолетовый красный зеленый красный не красный какой-то красный и оранжевый синий и у нас все вот эти цвета то есть это сам это конечно основа да вот эти все цвета они максимально контрастируют друг с другом и усиливают свойства друг друга то есть если вы хотите супер синий чтобы он заиграл и максимально себя проявил как синий цвет холодный такой вот прям глубокий его без желтого очень трудно подсветить без желтого оранжевого то есть вот без этой части зеленый намного выигрышнее будет смотреться с красными оттенками там фиолетовый максимально себя проявит именно желтым вот глициния она как бы и у нее супер вот в этом плане как бы заложенный интересный контраст природы уже в том плане что есть желтый который контрастирует с фиолетовым и в не знаю мне кажется 90 процентах случаев фиолетовые цветы содержит у себя внутри что-то желтые желтые тычинки даже усиление вот сирень у них там есть вот эта пыльца желтенькая на этом как раз для усиления вот этого фиолетового цвета то есть фиолетовый подсвечивается вот этим как бы противоположностью вот этой теплой и помимо этого раскладка вот этого фиолетового цвета здесь она тоже максимально разная то есть можно здесь увидеть и бежевые какие-то вот там где беленький теплый и это вот эта теплота которая вот здесь вот это разбавленный как бы оранжевый контрастирует вот с этими цветами то есть мы как бы вот этот цветовой круг но он в нюансе потому что это все один и тот же фиолетовый то есть это фиолетовый это фиолетовый вот это фиолетовый это фиолетовый вот это и вот это и вот это но в нем настолько он разный в оттенках что в нем заложено как бы контраст вот этого цветового круга внутри фиолетового цвета понятно вот я сейчас объясняю то есть у нас есть от желтого до синего но это не желтый и синий а это все фиолетовый но он так проявляется в какой-то момент в теплоту и так уходит холод и мы будем это как бы передавать что мы подсвечиваем вот этим теплом вот этот холод и она максимально как бы интересно и красиво выглядит то есть не берем просто фиолетовый светлый фиолетовый темный а вот этот фиолетовый теплый и светлый например в противоположность этому фиолетовому холодному и темному вот в этом и будет у нас эта игра и этот навык он должен с вами остаться всегда то есть это может быть архитектура это может быть дерево но вот этот вот теплота вот я даже сейчас смотрю на улицу и там вот деревья да я вижу этот желтый на свету который синим в тенях он как бы то есть если писать дерево там на солнце у него будет желтая как раз опять же вот это вот вот эта сторона которая будет дополняться там фиолетово синими тенями в этом внутри этого зеленого чтобы подчеркнуть яркой солнечность вот все хоть разговаривать и поехали то есть у меня на палитре будет вот такая вот фиолетовая как бы какая-то тут будет прозовее тут будет похолоднее за счет кобальта посинее прям даже где-то может быть желтенький надо чистый где-то намешать у меня гамбодж пусть будет желтенький чуть-чуть капли к одни оранжевого так я смачиваю лист и вот здесь мне теплый будет свет допустим тоже где-то можно сделать я вот вижу здесь тепло здесь более холодный салфетка имеет огромное значение без салфетки отжать и кисточки лишней вот этой влаги а салфетку очень трудно что-то сделать здесь тоже мне такой тепленький фиолетовый темный супер понятно про цветовой круг у меня есть курс основы акварельной живописи вот там как раз прям очень подробно там а архитектура но я прям подробно рассказываю там вот эту колористику то есть как каким образом один цвет подсвечивает другой и примерно вот что к лицению вот такой вот рисовать что архитектурный элемент за солнцем как бы который подсвечивается одни и те же вот эти колористические как бы навыки то есть когда мы подсвечиваем фиолетовый желтым почему это происходит почему без холодных теней не засветится там не любой бежевый объектом и так далее вот удивительный знаете момент что изначально когда вот мы начинаем рисовать и я тоже когда где-то там не знаю может быть лет пять назад я очень много занималась именно вот этими всеми вопросами там колористики цвет подборки цвета почему так но потом это становится автоматическим то есть мы просто и объекты которые мы выбираем порисовать мы выбираем активно ну то есть мы видим там вот это глицения она как бы идеально для рисования потому что вот сразу тут все и игра оттенков и холодненький темненький тепленький светленький фиолетовый подсвечены вот этим желтым то есть она прямо и какая вот эта пластика потрясающая то есть все объект просто как бы копирует эту природу уже будет красиво все вот в этом плане и так с любую с любой темой то есть мне кажется и умение вот этого взгляда как бы когда мы видим то что мы хотим запечатлеть то есть она уже так автоматически нас находит потому что мы смотрим там а вот это будет красиво сделанная в акварели потому что она содержит в себе и нюансы и контрасты интересную пластику и форму и композицию перехожу вниз здесь больше синего я вижу становится таким прямо вот этот чуть-чуть здесь голубой а там прям ух какой фиолетовый нераскрывшимся также отжимая кисть и сейчас на моей кисточке нет ни краски не воды я вот этот вот эту форму то есть я не просто положила и не жду пока она там сама распределиться по себе я ее дальше рукой бы довожу до того состояния которое мне нужно то есть меняя форму или там какие-то может быть прожилки если в ней есть они нам нужны также отжимаю кисть здесь можно там там такой рефлекс немножко есть возвращаюсь возвращаясь немножко сюда здесь не подсохла еще бумага и я потемнее делаю вот этот вот центральную ось такая она там не такая ярко-желтенькая дала чуть-чуть с тенью здесь также у нас этот поворотик отжимая кисточку от же убираю салфетку лишнюю влагу и уже отжатой кисточкой практически без воды и без краски формирую вот эту вот но поворотик и тень да здесь беленький стараюсь оставить чуть-чуть такой светлый момент углетение из амстердама кстати с предыдущей прошлой жизни досмотрю фотографии свои из заграничных городов и думаю боже они плод моего воображения или они есть на самом деле все еще где-то так оставляем покатил цветок здесь хочется немножко мне усилить но я вот техника такая же как из гортензии в прошлый раз если бумага высыхает мы ее трогать не можем то есть лучше не влезать лучше там потом где-то утемнить вторым слоем но ни в коем случае не тревожить как бы эту часть то что подсыхающая заливка это самое вообще такое хрупкое место так давайте пойдем к этому цветку то такой он более тепленький у меня есть теплая часть на палитре вот это там камера и живой пироль даже можно немножко красного туда добавить там если хочется и желтого чуть-чуть не такой вот фиолетовый как бы все еще он остается фиолетовым этот цвет он не становится оранжевым но он теплый такой очень как бы тоже делаю основу световую то есть я смотрю на самый светлый цвет вот какой-то мне кажется такой и потом я меняю этот оттенок то есть я вижу здесь там более фиолетовый даже более синий в этом месте можно очень круто импровизировать то есть вот на самом деле сюда вот синего добавить или фиолетового сюда добавить то есть принципе вы можете сами там оттенки придумывать там голубей и можно сделать и можно сделать более розовую в целом и можно сделать более просто там фиолетовую такую ну как в нейтральную то есть не в синий не в красный не уводить то здесь играться вот с оттенками можно вообще как угодно так вот здесь я сейчас тоже отжимаю кисть беру фиолетовый цвет и фиолетовым цветом как бы вам вокруг формирую вот это беленькую серединку которая у него есть утемня и если мне кажется что темно у тебя там где мне кажется что темно тоже отжимая кисть кисть сейчас она без воды без краски и я вот так можно здесь протереть чуть-чуть выбрать вот эту вот центральную штучку тоже на беленькая потом туда нужно капнуть еще желтый